В данном видео мы с вами разберем, как нам сделать копию вот такой же странички. Для того, чтобы вы могли сделать копию этой страницы, вы уже должны быть активным партнером в проекте «Живая очередь» и у вас должен быть активирован хотя бы один юнит в основном маркетинге за 300 рублей. Тогда у вас открывается возможность пользоваться бесплатно конструктором «Живая очередь» и, пользуясь этим конструктором, вы можете создавать бесплатно страницы. Очень просто. Чтобы скопировать эту страничку, вам под видео «Как за 5 минут скопировать презентационный мини-сайт», который вы сейчас и смотрите, есть ссылка для копирования этого мини-сайта. Правой кнопкой мышки кликаем «Копировать адрес ссылки». Вы скопировали адрес. Далее мы переходим на «Живая очередь». Предположим, вы уже здесь зарегистрировались и вы уже здесь взяли одного юнита, оплатили. Давайте я сейчас быстро напомню, как это делается. Когда вы зарегистрировались на проекте «Живая очередь», вы должны перейти в «Быстрый старт», здесь подключить телеграм-бота, подписаться на YouTube-канал, вступить в чат проекта, на новостной канал и на канал поздравлений. Когда будут начисления, вам будут приходить, соответственно, поздравительные открыточки. Это вы должны были обязательно сделать. Потом вы должны были перейти во вкладку «Мои юниты» и здесь у вас будет «Купить юнит». Вы должны были оплатить один юнит за 300 рублей купить или купить три юнита за 900 рублей, чтобы зайти по максимуму. Предположим, вы это все сделали. В данном случае на вкладке «Мои юниты» видно, что здесь есть три активных юнита, как минимум, в основном маркетинге. И далее вам необходимо было пополнить свой кошелек перед стартом мини-очереди. Пополнить свой кошелек минимум на 900 рублей, чтобы одного юнита взять. Либо, как в данном случае, здесь на 2700 пополнено, то есть этот аккаунт готов принять и активировать три юнита в мини-очереди. Чтобы максимально стартовать, у вас должно быть здесь 800, то есть 9 юнитов в мини-очереди. Их три штуки, по три юнита в каждом. Можно поставить максимум 9 юнитов. Итак, в итоге у вас, если вы хотите зайти по максимуму, три юнита в основной очереди активны. И здесь можно пополнить счет на 800, это максимально будет 9 юнитов. То есть это максимально, как зайти. Все, это мы разобрались. Сейчас нам нужно скопировать лейнинг. Мы в прошлом шаге скопировали ссылочку на него. Теперь в боковое меню входим, открываем конструктор лейнингов левой кнопкой мышки. У вас, если вы еще здесь не копировали ни одного лейнинга, ничего не будет. Нажимаем создать новый сайт. Название проекта давайте назовем страницу презентации мини-очереди. И нажимаем создать. Все. Мы можем как создать новую страницу с нуля, так и копировать страницу по URL. Нам нужна эта кнопка. Копировать. А, вернее клонировать страницу по URL. Нажимаем клонировать страницу по URL. Вставляем нашу ссылочку, которую мы скопировали. Напомню, на прошлом шаге мы ее скопировали вот здесь, внизу лейнинга. И нажимаем ОК. Все, нас перебросило на страничку. Что нам нужно здесь сделать? Нам нужно опуститься ниже. Кстати, мы уже находимся в меню очереди. Нам желательно бы открыть еще одну вкладку. Вот я возьму правую кнопку мышки. Открыть новой вкладке. Перетащу. То есть вот живая очередь, где я нахожусь. Вот он, наша страничка уже презентации. То есть, если по ней перейти, мы попадаем на вашу страничку с вашей презентацией. Но здесь нам нужно поменять ссылочки на свои. Ссылку на регистрацию в проекте. И если вы создали чат поддержки, то ссылку на ваш чат поддержки. Если нет, эту кнопку можно либо удалить, либо переправлять на чат поддержки мой, команда Остапа Бондаренко. Но не забывайте, что если человек не зарегистрировался, он в чате поддержки моем может получить мою ссылку на регистрацию. Поэтому желательно создать ваш чат и, соответственно, там осуществлять поддержку. Как создать группу в Telegram или чат в Telegram, можете набрать на YouTube-канале. И там очень много видео. Вы по видео быстро создадите. Здесь вот инструкцию я прикладывать данную инструкцию не буду. Итак, зачем мы сюда перешли? Затем, чтобы показал я вам, где вам брать свою партнерскую ссылку. Итак, смотрите, мы находимся на странице. И вот ссылка регистрации в проект. Нам надо поставить на свою. Мы нажимаем «Содержимое». И вот здесь ссылка. Мы эту ссылочку выделяем, удаляем. Переходим на сам проект. Здесь вверху у нас есть «Мой аккаунт». Нажимаем. И здесь есть ссылочка. Нажимаем «Копировать ссылку». Все, она скопирована. Возвращаемся сюда. И ссылка вставляем. Вашу ссылку нажимаем «Сохранить» и «Закрыть». Все, ссылочку вы вставили. Опускаемся ниже. Ищем еще кнопку регистрации. Это не та кнопка. Ищем именно регистрации. Вот, регистрация в проект «Содержимое». Удаляем ссылку, которая есть. Вставляем вашу ссылку. Сохранить и закрыть. Опускаемся ниже. Все, ссылочек больше нет. Еще где-то ссылка есть. Смотрите. Здесь есть, чтобы поучаствовать в проекте «Мини-очередь» на самом старте. И забрать максимум от проекта вам нужно. И вот, зарегистрироваться по ссылке. Вот эту ссылочку вы должны поставить свою. Когда вы наводите на нее здесь «Содержимое», нажимаете левой кнопкой мышки. И вот разворачивается такая статья. А вы ставите курсор. Удаляете вот эту именно ссылочку. Все, удалили. Правая кнопка мышки. Вставили. Вот так. Вставить. Вставили свою ссылку. Здесь нажали в новом окне. И вставить. Вставилась ссылочка. Это уже ваше. Ну, теперь давайте сделаем ее красивее. Давайте, ладно. Сохранить и закрыть. В браузере не очень удобно. Мы сделаем это прямо здесь. Вот здесь, перед двойкой. Ставим курсор. Нажимаем, не отпуская. Протягиваем. Вот здесь отпускаем. Все. Ссылка у нас выделилась. Вверху у нас есть подчеркивание. И здесь нажимаем вот сюда стрелочку вниз. Разворачивается меню. И здесь выбираем синий цвет ссылочки. Все. Ссылочка у нас вставилась. Нажимаем опубликовать. Просмотр. Смотрим, что у нас получилось. Здесь регистрация в проект. Ваша ссылка стоит. Прокручиваем ниже. Чат поддержки мы сейчас поменяем. И вот она ссылочка ваша. Регистрироваться по этой ссылке. Здесь она стоит. Ее можно было в принципе не выделять, не подчеркивать. Она просто была бы черной. И в принципе это тоже приемлемо. Но я показал вам как сделать ее синий. И как сделать подчеркивание, чтобы она была как ссылочка. При переходе по этой ссылке человек будет попадать в ваш аккаунт. Все. Теперь вернуться к редактированию. Нажмем. Всегда можно смотреть и возвращаться. И нам осталось ссылку на чат поменять. Если у вас есть свой чат в телеграме, вы прокручиваете. Чат поддержки. Нажимаете, наводите на кнопку. Вот так появляется содержимое. Не выше, не сбоку. А вот именно на кнопку содержимое. Чтобы именно этот блок вам отредактировать. Открывается меню. Вот эту ссылку удалите. И вставите ссылку на свой телеграм канал. На свой чат. Если нет, в принципе можете оставить эту кнопку. Если вы хотите удалить, то надо нажать урну. И надо выше нажать урну. То есть все вопросы в чате поддержки нашей команде в телеграм. И удаляете эту кнопочку. Эту урной. Но рекомендуем вам сделать свой чат поддержки в телеграм. И соответственно туда вести людей. Но если вы хотите, можете ввести и в мой чат, как я сказал. В принципе есть вероятность, что человек зарегистрировался. У вас пришел мой чат. Но соответственно он в чате поддержки может в моем получить мою ссылку. Поэтому смотрите, как поступить с этой кнопкой. Прокручиваем ниже. Дальше еще. Регистрация проект. Командный чат. Также содержимое появляется. Здесь удаляете ссылку. Вставляете ссылку на свой чат. Нажимаете сохранить и закрыть. Ну в принципе все. Кнопочку, когда вы нажимаете, вас перебрасывают вверх странички. Когда вы все это сделали, нажимаем опубликовать. Ок. И нажимаем просмотр, чтобы посмотреть видео. Кстати, здесь стоят. Их можно не менять. Они залиты на YouTube канал, где нет ссылок в описании. То есть можете видео оставить. Но если хотите видео свои повставлять, то есть эти видео можете скопировать. Залить к себе на YouTube канал. И вставить здесь код своего видео. В режиме редактирования заходите в редактирование страницы. Вставляете код на свое видео. Так же как мы вставляли ссылку на кнопку. Нажимаем вернуться к редактированию. И давайте покажу, как видео еще можно. На видео наводите. Появляется содержимое. Нажимаете содержимое. И вот сюда вставляете видео. Нажимаете сохранить и закрыть. Все здесь будет вставлено ваше видео. То есть здесь все очень просто редактируется. Не забываем после этих шагов нажимать опубликовать. И чтобы перейти и вернуться к своим сайтам, нажимаете мои сайты. После всех проделанных операций вы можете вернуться к мои сайты. Здесь попадаете на страничку. Вот название страницы. И вот ссылочка. Вы можете эту ссылку скопировать. И соответственно раздавать партнерам. Если например вы находитесь на сайте живая очередь. И хотите зайти в конструктор лендингов. Находите левой кнопкой нажимаете. Попадаете вот сюда. И видите вашу страничку. Если нажмете, то перейдете на страницу именно мини сайта. И сразу хочу вам показать такой момент. Что вы видели мы перешли. Вот она страница презентации. Если кликнуть на нее, вы можете войти в редактирование. Можете копировать ссылку на эту страницу получить. Либо удалить ее. Продолжение следует.